All my dreams are falling fast В гостях программы «Светская хроника» с Евгением Машко молодые, успешные и талантливые парни, влюбившие в себя добрую половину девушек страны. Группа «М-Бэнд». Генеральные партнеры программы «Светская хроника» с Евгением Машко, сеть стоматологических клиник «Дентал офис» и ресторан «Марко Поло». Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал MTVMix, программа «Светская хроника» с Евгением Машко «Время известных людей в эфире». А в гостях у меня сегодня группа «М-Бэнд». Российская поп-группа «М-Бэнд», состав которой включает в себя трех симпатичных молодых людей, была организована известным музыкальным продюсером Константином Меладзе. Официально о создании коллектива страна узнала в ноябре 2014-го, сразу после финала шоу «Хочу к Меладзе». Там же был презентован первый сингл команды «Она вернется». В 2015-м году ставший одной из самых ротируемых песен в России. 28 апреля 2016 года в российский кинопрокат вышел фильм группы, получивший название «Все исправить». В ленте снялся золотой голос страны Николай Басков и другие российские актеры. Здравствуйте, ребят! Рада вас приветствовать в этом городе с приездом. И хочу, во-первых, поздравить вас с первым таким мини-юбилеем группы. Три года – это первый, наверное, такой какой-то очень красивый возраст. Обычно у детей бывает в это время кризис. Намечается ли в группе какой-то подобный кризис, как у ребенка? Или у вас все по-прежнему гладко, ровно и на подъеме? Нет, но кризис у нас точно не намечается. Мы только на подъеме, только идем вверх. Ну, кстати, вот наш продюсер, Александр Меладзе, считает, что число три тоже какое-то такое имеет магическую подоплеку вот в плане продюсирования. То есть за три года в группе происходят какие-то кардинальные изменения. Вот мы ждем, когда уже они начнутся. И мы купим себе по Попугате и поедем в Сан-Тропе. По Попугате. Как будете отмечать день рождения? О, это цензура не пропустит вашего. Да, да. Мы запикаем. На самом деле, ежегодно мы исправляли свой день рождения на сцене. В этом году пока неизвестно как, но в любом случае мы будем вместе, будет весело однозначно. И будем петь сто процентов. И будем петь, да, в любом случае. Вы всегда вместе на сцене. в жизни любимый вопрос у всех это где никита и где толик когда ты где-то один находишься типа 1 вообще не воспринимают тебя как вообще никак нет мы конечно же у нас есть личное пространство у каждого мы живем в разных квартирах и у нас у каждого есть разные дела мы ездим в отпуск иногда вместе иногда порознь то есть конечно не все мы делаем вместе но очень много то есть видим друг друга мы наверное вот чаще чем всех остальных своих друзей родственников и так далее перед началом нашего интервью хотелось бы задать вопрос есть ли какие-то темы которые вы категорически отказываетесь затрагивать беседе журналистами о которых вы не любите говорить может быть вам что-то не очень приятно вспоминать мы не говорим о политике мы абсолютно а политичная группа вообще наше мнение что люди творчества не должны никак вмешиваться в политику если вас пригласят участвовать каких-то предвыборных гонках каких-то агитациях откажется да мне не разделились да в смысле откажемся а а и а Вы сегодня являетесь одной из самых востребованных групп У вас огромное количество хитов, огромное количество наград Которыми, кстати, могут похвастаться далеко не большое количество звезд шоу-бизнеса Таких мэтров эстрады Вот чувствуете ли какую-то ревность, что ли, со стороны коллег такого старого эшелона Которые иногда высказываются в интернете Молодежь появилась, вышла Я, честно говоря, ни разу не видел, как коллеги старого эшелона высказываются в интернете Первое время было какое-то... Ну, не знаю, вообще, когда новый артист появляется Чувствуется какая-то вот такая... Может быть, не очень хорошее отношение со стороны всей остальной банды шоу-биза Вот, потому что, ну, очень часто приходят новые артисты И они как пришли, так и ушли А мы пришли и задержались Серьезно, надолго? И спустя там год-два мы ощутили на себе, как именно артисты начали воспринимать нас уже Привыкли, что ли И поэтому, ну, там уже начинается нормальное отношение Мы никогда ни с кем не воюем, ни ругаемся, мы со всеми дружим Своим рождением группа M-Band обязана телевизионному шоу «Хачук Меладзе» Проект стал началом громкого музыкального пути для каждого из участников Состав коллектива изначально был таким Анатолий Цой, Артем Пиндюра, Никита Киоссе и Владислав Рам В 2014 году эти четверо молодых людей приняли участие в кастинге для парней из стран СНГ Сначала участников телепроекта отбирали члены жюри под председательством самого Константина Меладзе Также в число судей вошли Анна Седокова, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Тимати, Владимир Пресняков и Ева Польна В решающем раунде, когда осталось только два коллектива, победители выбирали телезрители Отдав первенство покорителям девичьих сердец M-Band ПЕСНЯ Мы узнаем имена победителей сериалити ХОЧУ КМЕЛАДЗЕ Почему вы должны победить? Просто по такому количеству децибел сегодня в зале Я прям ощутил себя настоящим артистом, не знаю Анатолий Цой, Артем Пиндуров, Владислав Радович и Никита Альберсов Вы когда шли участвовать на шоу Хачук Меладзе, строили карьерный план? Было ли какое-то у вас видение, что вот будет такой-то итог? Потому что Костя Меладзе это тот, наверное, продюсер, тот руководитель, который делает стопроцентные хиты Все проекты его успешные, было понимание, что вас тоже ждет успех? Для меня 100% шоу Хачук Меладзе это было, может быть, не делом какой-то всей жизни Но определенно одна из ступенек, благодаря которой я могу добиться желаемого То есть у меня вообще, в принципе, по жизни существует некая гиперцель Это начать и вообще делать, в принципе, музыку, которая бы нравилась людям, поклонникам моего творчества Чтобы она воспринималась У меня именно такая гиперцель Группа, в том числе, это, наверное, одна из таких частей моей жизни, которая помогает мне добиться моей мечты Ну, я, наверное, уже где-то туре на втором, даже, может, на третьем осознал То, что, как бы, это реальный шанс И то, что это не такие, знаете, плюшевые шоу, в котором просто используют людей И после того, как шоу заканчивается, они их забывают как об артистах Я реально понимал, что тут есть реальный шанс работать с лучшим продюсером Как я считаю, в нашем шоу-бизнесе И есть реальный шанс, то есть добиться того, чего ты хочешь Хотя изначально я шел туда просто показать то, что есть в Киеве вот такие чуваки, которые делают вот такую музыку Поэтому, мне кажется, мне осознание, да, пришло уже на шоу И только когда пришло это осознание, я поставил себе цель, что нужно его победить И дальше уже двигаться в этом направлении Я на проект пришел, не знаю, поставив все на карту Отказался от двух проектов, от проекта «Голос», от проекта «Артист» Ну, прошел одновременно, так сложилось, на три конкурса, включая «Хачук Меладзе» И когда, естественно, этого нельзя делать Когда настал момент, то есть я отказался от остальных двух Потому что для меня, как и для всех, наверное, людей в СНГ, как минимум Константин Меладзе – это легенда, поэтому выбор был однозначный И я остался на проекте и поставил То есть проект «Костя Меладзе» победил даже популярный «Голос»? Да У многих групп, как мужских, так и женских, есть какие-то цели Потом уйти все-таки в сольную карьеру И мы знаем огромное количество подобных примеров Распада групп и сольных карьер И также знаем успешные примеры, когда группы существуют просто не годами, а уже десятилетиями На «Иванушки Интернешнл» и многие-многие другие Я просто дружу с ребятами, как бы знаю их мысли, что они говорят Вот все-таки группы – это наша жизнь И чтобы нам кто-то не разрешал делать, все-таки мы будем всегда вместе У вас какие мысли, если представить себя лет через 10-15, как вы себе? Ну, у каждого, наверное, свое, мне кажется Вот кому-то комфортно, и кто-то может прожить, допустим, всю жизнь в группе, да? Как Иванушки, мы тоже с ними дружим Но я считаю, что должна быть какая-то некая золотая середина Не обязательно группе распадаться Есть, допустим, время, когда группа достигла до определенных высот И потом каждый уходит там в свое сольное плавание Там как группа «One Direction» Сейчас абсолютно очень круто развиваются их сольные проекты Ну, не знаю По мне, 20 лет в группе – это немного странно Поэтому, ну, то есть, я бы, наверное, не хотел так закончить свою карьеру Ну, это если искренне и откровенно Ну, мне кажется, все зависит от того, что мы вообще будем делать Потому что почему-то в пример приводят постоянно группу «Нанай» и группа «Иванушки» Есть такие группы, я не знаю, как «Би-2», которые существуют очень долго И, ну, то есть, это круто, я считаю Когда вот такая группа состоит, состоявшаяся и собирает концерты И, тем не менее, никто из них не хочет там никакое сольное творчество Все зависит от продукта, от материала и от того, насколько нужно будет это людям Понятное дело, мы не хотим становиться группой корпоративной Которая будет там уезжать где-то там раз в год за большие деньги Ну, это неинтересно, само собой Но я ни о каком сольном творчестве не думаю, пока я нахожусь в группе Да, это правда Ну, пока существует группа, мы с ребятами просто должны, мы обязаны сделать ее суперпопулярной И чтобы они помнили долгие-долгие годы И пока мы этого не добьемся, в общем-то, мы рядом Ну, как минимум, 4 года еще У вас есть какие-то... То есть, контракты 4 года? Еще 4 года будет длиться, да Я просил любви или любви О, я Победляйте Я кричал спаси меня, ну и Бежать Я просил любви или любви О, я Победляйте Куда мне от нее или за ней Бежать Когда она проходит рядом, я теряю разум Я не готов на компромисс, мне нужно все и сразу Себя ломаю и теряю весь позитив Я заебнотизированный Мама, подожди, она другая совсем Она взяла меня в плен Она забрала мир с собою и ушла от проблем Она мой эксклюзив, она мой номер один Но только об одном забыла, как я ее просил Я просил любви или любви О, я Победляйте Я кричал спаси меня, ну и Мне жаль У нас самый простой контракт, который только может быть у продюсера Иногда прям хочется прийти так к Косте и чтобы он сказал Что ты, что ты, что ты это располнил? Возьми себя в руки уже Но такого не бывает Вот, на самом деле, да, с Костей работать в одно удовольствие, правда? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»